Пранков с вейпом. А вот это уже, пацаны, интересно. Заряжай, блядь, шарманку, нахуй. Пранки с вейпом. Это классика моего канала, аналогов, которые на русском ютубе я ещё не встречал. Ух, щас, блядь, щас, пацаны, щас, вот тут я поработаю, так сказать. Очень понравились две предыдущих части. Ну что ж, я купил ещё более мощный мод и отправился на улицы города. Я не вейпер и ни в коем случае не призываю вас повторять что-либо из этого видео. Все кадры сняты исключительно в развлекательных целях. Помните, что даже безникотиновая жидкость всё равно вредна для вашего здоровья. Для первого пранка, кроме вейпа, мне понадобился огурец и перец. Я положил мод в карман и через куртку, а далее через перчатку провёл от него трубку небольшого диаметра, которую затем вставил в заранее подготовленный овощ. Бля, ну вот это прикольно, кстати. Система была слишком беспалевная и заметить что-либо было нереально. Что ж, пора удивлять людей на улице. Да. Вопрос. Вейп, я хочу дам это КРЧ-байт Украины на массовый суицид русских. Ответьте мне на вопрос, уважаемые вейперы. А чем он, блядь, кнопку нажимает? Она у него постоянно зажата получается? Рукой. Так ты, вы видели, у него две руки как бы было, лол. Видимо, что-либо было нереально. А, он, видимо, вправо его, видимо, нажимает, да? Что ж, пора удивлять людей на улице. Да. На Крещатике держишься? Не, пацан, я тебе говорю, намного лучше себя чувствуешь. Намного. Я третий день на огурцах сижу. Ну как, не сижу на огурцах? Ну, ты понял. Ты, я тебе больше на сихи не вернусь. Ты не представляешь, такой свежий аромат. Чем сильнее затягиваешь, тем больше. Это в магазине Кьюкомбернейшн я покупал. Сейчас я подойду, подойду к вейпхаусу, буду там стоять, да. Давай. Пацаны, у вас зажигалки не будет подкрыть? Спасибо. Не, не приплывайся. Это не нормально. Все. Нормально. Спасибо. Спасибо, пацаны. Нормально. Нормально? Можно попробовать? О, да. Нормально пошло. Как-то сильный. Да, да, да. Харь, маривана? Нет, это Кьюкомбер. Это Кьюкомбер. О, это Кьюкомбер. Ха-ха-ха. Нет, это просто Кьюкомбер. Просто обычный Кьюкомбер. О, да? Да. Это здорово. Далее я пошел искать квартиру на первом этаже с открытым окном, чтобы ее хозяин удивился, почему к нему в окно летит пар. Но все пошло немного не по плану. В общем, мы не нашли квартиры на первом этаже, поэтому ничего нам не оставалось делать, кроме как прийти сюда в частный сектор. И здесь я всего лишь одно окно нашел. Правый сектор. И то на втором этаже. Придется залазить. Там есть неплохой залаз. Немного стрёмно, конечно, лезть. Давай. Ну и можете подписаться на экшен. Бля, сейчас что-то будет на пол, ну-ка. Похоже на того, а на патию похож. Что? Это. И других финансов.